Мы сможем, да? Какой он там революционный, не революционный, надо писать максимально хороший. А тот вопрос, о котором вы сейчас говорите, да? Мне кажется, это вопрос переходных положений. То есть совсем не обязательно. Все может быть внедрено немедленно прямо сейчас. То есть может быть какой-то достаточно длинный и постепенный механизм его ввода в действие. Если он покажется слишком революционным. Но писать заветно плохой текст не стоит. То есть нужно написать сразу текст максимально качественный. А вот это вот смягчение его оставить на переходные положения и на процедуру его ввода в эксплуатацию. Ну вот я думаю, что такой подход должен быть. У меня сейчас связь с этим очень простой такой организационный вопрос. А вот у нас в аваритационной коллегии нет ни одного представителя там правоохранительного органа. Мы пытались это сделать? Я просто хочу навести чему я пишу про революционный. Революционный – это просто гарное слово. Действительно, идеальное. Но два примера. Вы понимаете, что это не мова. Значит, сейчас у нас действует так называемый дозвольный порядок придбания оружия. То есть сначала принимаем дозвольный порядок, а потом что придбать. Есть порядок контрольный, когда по замовчению длина пришла, придбала оружие, внесла ее в базу по факту придбания и поставила оружие на контроль. То есть, соответственно, меняется сам подход. Дозвольный порядок или реестрационный порядок. Сначала дозвольный порядок, потом реестрация или придбание, потом реестрация. Это один пример. Мы сейчас не должны говорить о том, что это просто пример. То, что мы не встретимся в будущем. И более такой живой дискуссийный момент, про что спільнота говорит. Климатичная оружие, которая сейчас не подходит к сферу 622-го наказа. То есть, калібер до 4,5 мм, сходность. Нет, это будет до 100 на 5 секунд. Все решено. Это передняя группа, может быть иначе. У нас, например, в рабочей группе, там, юридичный, как сейчас, формуется, я формуюсь к юридичной группе. Есть уже такая позиция, пропозиция, которая в будущем будет озвучена, сделать, продаж этой оружии и оставить свободную, но с обязательной постановкой на облик. Почему? Потому что в каких-то фурганских випадках делаются именно свои недозвольные. Заборонить не может. Не матично. Не матично. То, что сейчас вернуется. Что случилось? Можно мне подъемок? Я хотел бы, Саш, что сказать. Ну, у меня перед глазами еще очень жив опыт двадцатилетней борьбы, причем именно слово это употреблю, за появлением в Украине закона об охранной деятельности, который, кстати, спустя год еще не работает. И тем же же 622 приказом сам закон, он приказ не отменяет, но он сформулирован условия, в выполнении которых, ну, он требует безумных материальных капиталов вложений, там, массы других вещей, значит, и... Ну, и не дать там, Бог, какой опыт может быть. Да, 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 да. Узнав о том, что для получения, там, десяти стволов травматики на охранную компанию, там, как только для группы я делаю, нужно построить при этом, значит, оружейную комнату, которая, там, близка к бомбоубежицу по системе технических требований, но как минимум 1150 гривен вложен только в эту маленькую детальку, ну и масса других штучек. Так вот, я хочу сказать, что закон мы будем писать эволюционный, в итоге путем компромиссов, значит, мы на что-то выйдем, но наше право на инициативу у нас никто не забирает. Мы, может, понимаем, что и все, но с другой стороны, никто же не отменяет самой процедуры принятия для этого закона законодательности. То есть, вот, какое бы бешеное, там, или разумное, или неразумное дитя мы путем, значит, общественного, всеукраинского обсуждения не родили, в итоге, значит, В итоге, значит, без каких-то изящных движений в том, во втором, в третьем профильных комитетах это дитя станет обрезанным, я имею в виду язык, в смысле, еще какие-то вещи, и в итоге мы не знаем результаты, которые выйдем, но мы сейчас выступаем как инициаторы гражданского проекта. Наша задача, все-таки, законодатель, вложить тот проект, который получит одобрение, поддержку и так далее. И мы не беремся, ведь, обсуждать процедуру, которая, как бы, принята, и она есть, и это для нас много разных вещей. Я хотел бы, вот, пользуясь ситуацией, чтобы вы потихоньку подошли, значит, Георгий, сделайте два принципиальных, значит, момента. Первый момент. У нас первое заседание редакционного совета, и мы обязательно, тем более, мы обязались это сделать на глазах журналистов, значит, мы грозны. Мы обязательно начали все-таки оговорить и утвердить порядок для этого, мы этого не сделали. Мы, в общем-то, решили эту процедуру отпустить, но я понимаю, вроде как по факту, но это принципиальный вопрос. Я считаю, что на будущее не надо. Даже если... Я хочу, чтобы представители СМИ знали, что при всем этом мы, собираясь даже вместе, без каких-либо посторонних отчей, какие-то процедурные вещи будем уважать и соблюдать. Это раз. Второе. Я хотел бы более детализировать, что ли, позицию, которую мы получили на сегодняшний день от партии регионов. Она, как бы, немаловажна, потому что это все-таки правовластная, так сказать, партийная фракция. 12-го числа нами были отправлены 5-7 в адрес 5-ти партийной фракции. 12-го вересня. 12-го сентября были отправлены письма. Уже 18-го... 2-го вересня, если я не ошибаюсь, так? Да. Значит, 2-го жовтня была отправлены. Да, 2-го жовтня. Значит, было расписано. По-перше, мы получили достаточно быстро, но получила чему-то не ассоциация властных оружий. А вот я, поскольку я членом, так называемой Ради УСПП из корпоративной безопасности, как член этой Ради, я получил лист, в котором было написано, что за доручением главы фракции, значит, пан Кинах, который является руководителем Комитета УСПП и безопасности и охраны, значит, получил лист на выполнение этого листа. То есть, мы, во-первых, это означает, потому что принциповая партийная фракция, она не отмахнулась, а это выросло на уровне. Но, поскольку у Анатолия Кириловича есть свой механизм, который годами не работал, им стало, что они не разобрались слишком в суде того, что мы запропоновали общественный проект, государство всей страны. И они обратились к членам этой Ради с предложением, что давайте у нас есть работа комиссия, есть опыт на работе этих законопроектов, да, они действительно принимали очень активную участие в утвержденном законе про охрану деятельности. И вот, когда мы начали уже разбираться, то получили листа от заведующего секретаря партии, фракции партии регионов, в котором написано, что разглянуто и уже такого-то числа сформированный механизм, додание допомоги и так далее. Это принципово. А еще, что мы сейчас начали разговоры с самой работой группой, которая сейчас так же творится, мы воспринимаем их как очень мощный фаховый ресурс работы в этом городском проекту, потому что я знаю, что там и фаховцы, и генералы, и даже один герой Украины. Я признаю, что мы знаем, что и Героя Украина залучена, и до того. Ну, мы уже влияли. Поэтому я хотел бы это подкреслить, оскільки не тому, что нам хочется уже заграти и саме сказать, что-то правовладная фракция. Я хотел бы сказать, что это достаточно плитная ситуация, как по мне, когда есть желание не просто нам сказать, что мы вас поддерживаем, а по Косю. И наша реакция была в том числе с вернением на, особисто, до Пана Кинеха и до секретаря фракции регионов с конкретной пропозицией залучить особисто Наборий Кирилович, враховывающий опыт вплива и так далее, до работы в редакционной раде. Но, поскольку это было не так давно, срок было несколько дней в том, то, конечно, пока еще это реакция, мы не знаем, но я хотел бы до вас объяснить, оскільки думаю, что это интересно для тех, кто будет испытывать развитие, скажем так, реализации своего проекта. То есть вы просите реализовать то, что мы находимся в основном инвестировании. Нет, это интересно, мы же не сказали, что это интересные детали, трошки с местными сердцами, и все видно, как это. Ну, наступного раза ровнее. Ну, вы, короче, признайте, что надо было его проголосовать. И не будем больше ядоваться. Я воздаю свою руку. Я могу говорить, что это тема, если вы сказали. Саша, мы общаемся ведь не потому, что здесь есть журналист. Я бы кому-то, какой-то особый способ выпендриться и показать, каким мне нет. Мы поняли, что нет Бог никогда наш, мы все волнуемся за судьбой Юрия Владимировна, за концы голосования и так далее. Вот выложено перед нами, например, пропозритель, что-то регламент про работу заседает их всеми рады. Я бы наступил разум. Они, так сказать, остались на бумаге, хотя их можно было и оговорить, но, конечно, все равно они интересные, где что-то написано сегодня. Мы не доставим вас, можем им поменять. И журналисту поручили следующему сценарию просто привести вот эту часть в порядок, да? Не-не-не, нет, это мы формально можем сделать это сейчас. Не-не-не, вы не совете? Мы не понимаем, что это работает, зараза. Разумеется, что порядок тендер, мы понимаем. В следующем сцене, мы стараемся и безформализовать это все, чтобы было бы не было. Мы все правильно. Если у нас будет больше, будет тяжелее. Все абсолютно так. Я внесу ясность для шурналистов, они с этой бумаги не верят. Третий пункт было написано про проект, порядку тендера, заседанно реализации. Я не знаю, что это не на радость, а плохо. Я не по этому существую. Потому что я как раз знаю, что есть... А ты стоит за это? Не поэтому. Я не забрал от чувства ответственности, от невысказанности. Нет. Мы все получили нормальный доступ к тому, чтобы сказать, Сережа Львович, он тут подозрит меня. Я говорю, какую мысль наконашивается? Я говорю, что я хотел просто сказать, что есть какие-то рекламентные вещи, мы их лучше должно возникать соблюдать, потому что мы на самом деле обсуждаем, вот каким может быть состав редакционной рады, в условиях того, что мы задумывали, как вот такой общий украинский проект, мы понимаем, что это не 9, не 10, и, наверное, даже 15 человек. Нам думается, что это, когда мы все эти гугл видим, услышим чьи-то инициативы и так далее, дать Бог, чтобы мы остановились, может быть, где-то там на 20-25 человеках. Это реальность изменима будет с масштабным проектом. Но среди этих 25 всегда может натичь человек тот, который будет искаживаться, оценивать там или еще. Там будет что-то предусмотреть и спокойно к этому относиться. Вы хотите меня думать, я разумею. Я... Я... Абсолютно серьезно я возлю эту помощь и... Я просто хочу сказать, когда мы говорим про склад редакционной Ради, я тут, напевно, мы все-таки пойдем шляхом створения рабочих групп. Тобто, мы все-таки думаем, что нам удастся залучать фаховцов абсолютно за разных габет. И вот, повертаясь к вопросу Министерства оборудовательных справ, то есть для нас принципово было витримать первый час, отримать фидбэк от Ради. Тобто, никто в данном случае, а не мы с вами, а не Министерство оборудовательных справ не может вырислить проблему. Для того, чтобы закон произошел, нам была нужна реакция народной депутации. На сегодняшний день мы можем официально вернуться до всех тех, кто может быть и, будем сподеваться, будет задействовать в этом процессе. Это и Министерство оборудовательных справ, и Министерство юстиции. Так та же Рада Назбезпеки оборудовательных справ. Абсолютно. Рада Назбезпеки оборудовательных справ. Тепер в Держпідприємство Украины против оборудовательных справ. Абсолютно. Тепер листи... Законно регуляторных будет 100% и... Листи счастья... Листи счастья отримуют тепер и другие инстанции. Это однозначно. И так же нам доведеться отримать какой-то час, поки они 4 дни на листовании, потом 30 дней на відпяте, или 40 дней. Абсолютно. На ваших очах народился такий неймовірный термін. Листи счастья. Листи счастья, да. Я знаю. Вони дуже радіють, коли властники зброи нацелают им листи пропозиціям приняти участь в чомусь відкритому. Просто сидіти на очах журналістів і відповідати на питання, які там формулись. Ну... Більше не питань, а більше давати коментарі. Посмотрите. Ну... Менше стеми. Так. Ну що, пройдемося кротенько по... Галунцево зараз. Я думаю... Нас треба публікувати. Ну... Давай, дали. Так. Я поясню, чому ми розбрали. Ну... Це, власне, вже другий етап роботи над законопроектом. І без... Скажем так, навіть без робочої, без будь-якої робочої, чернової структури закону, закон не пишеться. Ну... Тобто, є скелет, на якому, власне, тримається дія, за витрачні органи і всі інші. Тому... Ми... Ми хочемо вже, буквально з поля дівка, запропонувати спільноті робочих проєкт закону про зброю. Можливо, знову ж таки, дискусійне питання, міняти назву, чи міняти чи злишити робочий, знову ж такому вигляді. І почати обговорення... Обговорення... Розділу першого. Розділу першого закону. Загальне положення. Де буде преамбула, де будуть такі спевні сфери дії закону, визначення. Це вже буде прописуватися. Щоб ми на наступній сфері реакційні ради могли вже з першим розділом працювати. Тобто, приймати, затверджувати, критикувати. Тому, я, власне, за товару роздав цей... Цю структуру закону. Тут є досить багато дискусійних питань цієї структури. Наприклад, вже вона була... Коли вона була вже розтрукована, ну, попередня погоджена, там, взагалі розтрукована, вона виникло питання, наприклад, рело до боєприпасів. Рело цивільний, тобто, для журналистів це переспорядження на бою. Поясни ще раз. Поясни, що ви? Є стрілецький комплекс, який би стоїли? Справа на стрілецький комплекс? Справа в тому, що в мисливці традиційно ще з радянських часів, українські мисливці, радянські, українські, паралельно російські, мисливці мали право, законно, споряджувати боєприпаси за своєю мисливською зброєю, в себе, власне, вдома. Ну, з дотриманням засобу безпеки. Вони для цього купували окремо компоненти, капсули, гільзи, порох, дріб. І під свою рушницю, під свої навички стрільби, полювання, вони це все скручували до купи і стріляли. Внаслідок... І це так. І це досить здешевляло, власне, вартость цього набору. Внаслідок кавардаку, загального правоуправничого кавардаку, що відбувається в нас в сфері обігу зброї, в минулому році, як будь-яка здається, в минулому році, під час внесення чергових змін до Кримінального кодексу в Україні, все ж таке. І кажуть, що в 11-му. Можливо, в один сфері. Я не пам'ятаю зараз про цей такові статтю, але оці власники мисливської зброї, які переспоряджують патрони, просинаються одного дня і стають злочинцями. Тому що, ні з того, ні з того, правова традиція різкого рішенням парламенту міняється і переспорядження мисливських понабої встає кримінальним кареналієм. При цьому, при цьому, в магазинах у нас і порог, і капсулі, і гільзи, і дріб. Все можна купити. При цьому ще одне заважаю. 622-му на казі ці компоненти є біце і перерікуємо castle